Мишка Япончик родился в центре Молдаванки в 1891 году. По паспорту будущая знаменитость Одессы числилась Мойша Яковом Вольфовичем Винницеким. Семья Винницеких была большой и дружной, несмотря на суровый нрав и ее главы. Мишка получил образование в синагоге, посещая ее несколько лет к ряду. Отец планировал, что сын продолжит его дело, занявшись извазопромышленной деятельностью, а мать мечтала, чтобы Мойша Яков посвятил себя духовному служению. Сам паренек считал оба варианта скучными и хотел построить жизнь иначе. Мишку пленяла светская жизнь, походы, по театрам и ресторанам в окружении прелестных дам. Ввиду того, что имеющиеся ресурсы не располагали к подобной жизни, подросткам он поклялся покорить Одессу. Национальности происхождения героя сыграли немалую роль в его становлении. Молдаванка славилась тем, что была местом, изобилующим контрабандой. Попасть в бизнес было непросто, все, кто им занимался, были повязаны друг с другом. Бандиты, чьим убежищем служил этот район, промышляли тем, что в сотрудничестве с хозяевами постоялых дворов, ямщиками и лавочниками осуществляли налеты, обогащающие участников сделки. Слухи о преступлениях разносились быстро, и слава молдаванки шла по округе, а дети, играющие в налетчиков, подкрепляли общепринятое мнение. Они мечтали о лучшей жизни и те, кому удалось подняться, становились героями. Среди них был и Мишка Япончик, который, наблюдая за всем, планировал дело и просчитывал индивидуальные планы. Впервые Мишка участвовал в организованном преступлении в 16 лет. На дворе стоял 1907 год. Дело было в мучной лавке. Следующим объектом, на который пал выбор юного разбойника, оказались богатые апартаменты. Первый арест случился спустя пару месяцев, во время облавы полицейских в публичном доме. После выяснения обстоятельств суд приговорил Мишку к 12 годам заключения. Тут, казалось бы, жизнь героя должна омрачиться перспективой ужасных впечатлений от тюрьмы, местного контингента и условий существования. Но он не впал в растерянность. Винницкий сообразил, каким образом выйти на свободу раньше срока, и оставшиеся годы за него отсиживал другой человек. Обман быстро раскрыли, но об оплошности полиции никому не хотелось сообщать, и дело замяли. Мишка в это время решил, что настало время покорять Одессу. В 24 года он попросился в банду к Майеру Гершу, где впоследствии получил прозвище Япончик. За короткий промежуток времени мужчина стал известен как уголовный авторитет. Сколотив собственную банду, он держал в страхе мануфактуры и лавки. Спустя два года преступный мир Одессы считал Мишку главарем, а Майер Герш оказался помощником. Тысячи бандитов и контрабандистов объединились под предводительством Япончика, который везде имел своих людей, давал взятки и ловко обходил облавы. Преступный синдикат, организованный бандитом, объединял группировки в регионах Российской империи. Он стал первым, кому удалось сплотить вокруг себя коалицию врагов закона и справедливости. Связи Япончика были столь велики, что он черпал ресурсы из казны, а преступная картель имела четкую структуру и иерархию. С легкой руки мужчины был сформирован кодекс налетчика, который предусматривал наказание за непослушание и свод правил в отношении разбойнической деятельности. Модник Япончик прогуливался по главной улице города, сопровождаемой охраной, и принимал поклоны от окружающих. Интеллигент и расчетливый человек, он был в курсе коммерческого дела и аспекта бизнеса. Личная жизнь героя при этом не уступала профессиональной. За всегдаты оперы и литературных вечеров, герой присутствовал на светских событиях и поддерживал дружбу с деятелями культуры и искусства. За шикарные приемы и вечеринки, которые устраивал Япончик, в Одессе его прозвали королем. Криминальному авторитету удалось удержать власть даже во время гражданской войны. Хитрость и изворотливость позволили собрать под предводительством налетчиков многочисленный отряд, который запросто отражал атаки несогласных с королем Одессы. Япончика не взяли ни Деникинский генерал Шиллинг, ни большевики. Белогвардейцам пришлось наладить с ним отношения, но постоянная напряженная и конфликтная обстановка не позволяла никому расслабиться. Большевики прибегали к помощи авторитета при организации общественных мероприятий. Плакаты, обещавшие покой в городе, нередко обнаруживались на улицах с подписью главаря Одесской мафии. Когда пришло время показать, кто истинный хозяин города, красные решили притеснить Япончика и предприняли крайние меры вроде расстрелов без предупреждения. Герой быстро сориентировался в сложившейся ситуации и придумал хитроумный план, вступил в ряды Красной армии. Про семью Мишки Япончика известно достаточно, чтобы сделать несколько предположений о его воспитании и обстановке, в которой формировался характер будущего главаря бандитской Одессы. Он родился в семье, принадлежавшей знаменитой еврейской династии Коротичей. Из селах Херсонской губернии родители вместе с детьми перебрались в Одессу. У Мишки было четыре брата и сестра. Абрам, Григорий и Юда погибли на фронте, а Исаак перебрался в Америку и умер в Нью-Йорке. Сестра Япончика скончалась в 1919 году от базедовой болезни. Отец героя умер рано. Но суровый работяга, любивший выпивку и крепкое словцо, сделал характер мальчика закаленным с детства. Семейные ценности много значили для Япончика. Это объяснялось его происхождением и интеллигентным складом, поэтому его жена и дети не были ославлены на публику ни разу. Жена бандита, Цили Аверман, была красивой женщиной, родившей ему дочь, которую назвали Ада. Девочка родилась в момент формирования Япончиком украинского полка. Узнав о гибели мужа, Цили уехала за рубеж с мужем сестры Япончика, в объятиях которого нашла утешение. Дочь криминального авторитета осталась в Одессе на воспитании свекрови. Цили успела пожить в Индии и во Франции. Постоянно искала способы забрать дочь, но все было безуспешно, мать Япончика пресекала любые попытки. Ада умерла в Баку в 1983 году. Долгое время на ее адрес приходили посылки от матери из Франции. Биография Цили после отъезда и последующие события в СССР подтвердили, что ее решение о побеге было верным. Громкие высказывания об участии Мишки Япончика в гражданской войне спровоцированы им самим и описывают моменты, когда он решил вступить в ряды Красной Армии. Мужчина собрал полк, насчитывавший 2500 человек, и отправился на фронт. Одесситы гордились своими собратьями, которые из налетчиков превратились в солдат. Полк Япончика входил в бригаду Котовского, и влияние его подопечных на тех, кто раньше был мирным жителем, вскоре всерьез обеспокоило предводителей Красной Армии. Военачальники заманили героя в ловушку, и преступный главарь был убит. Япончик знал о заговоре заранее, и когда его отправили за пополнением, пророчен новое звание, приказал полку самовольно возвращаться в Одессу. Взяв отряд, он отправился за пополнением, захватил эшелон и направил поезд на Одессу. До города герой не добрался, так как среди доверенных лиц нашелся предатель. Он сдал командира, и в Вознесенский дивизион кавалеристов арестовал дезертиров. Япончик отказался идти в плен, и был застрелен Никифором Урсуловым, командиром отряда захвата. Причинами смерти Япончика стали предательство и два выстрела в спину.